Всем привет! Сегодня смотрим кассету любезно предоставленную Антоном Инкогнито под названием BASF CM2 Chrome Maxima 1995 год. Данный вариант последняя реинкарнация довольно симпатичного и поэтому очень популярного дизайна от BASF. Как его назвать не знаю. Может быть прозрачка с черной окантовкой, но самым ярким пятном в этой серии является черная надпись на катках кассеты Chrome Maxima. Может быть назвать эти кассеты с подписанными катками? Почему нет? Впервые этот дизайн кассет появился у BASF в 1990 году и просуществовал без глобальных изменений до 1995 года. Это довольно приличный срок для кассеты. Всего было три рестайлинга. То есть первая кассета это 90 год, затем первый рестайлинг 91 год, второй 94 и третий вот этот 95. И в 94 году еще и катки слегка изменились. На них как раз и появилась эта надпись Chrome Maxima. Также в таком дизайне существует кассета 90 года в белом корпусе и чистящая 2001 года. Напомню, что это запечатка 95 года. Последняя в этой линейке. Сами по себе эти ленты не имеют нареканий. У меня есть две или три кассеты и вопросов они не вызывают. Я уже давно говорю, что ленты BASF года так с 1988 очень хороши. А вот к раннему хрому от BASF нареканий довольно много. Я уже несколько раз показывал и подтверждал это своими видео. Хромовый BASF до середины 80-х практически весь подвержен большому падению уровня при записи. Очень плохо держит перегруз. Хотя справедливости ради скажу, что есть кассеты BASF, на которых написано, что максимальный уровень записи не должен превышать 0 дБ. Но даже и при таких значениях ранние хромовые BASF лотерея по ленте на настоящий момент. Часто мелькают комментарии, что BASF заточен под европейские магнитофоны. Я вполне это допускаю, но я не фанат евротехники. Имел в пользование пару именитых дек, которые оказались полной ерундой по факту. С оговоркой, что самый крутой по записи и звуку кассетник, которым я когда-либо владел, это норвежец Танберг. Но как бы там ни было, сейчас у меня только японские деки, на которых старые BASF не всегда адекватно пишутся. И вряд ли я буду покупать какую-то евродеку ради записи нескольких BASF. Я лучше куплю кассету Sony или TDK. Вот такое небольшое вступление в тему про эту кассету. Давайте смотреть, что к чему. Упаковка на кассете натянута не очень хорошо. Довольно сильно заметна волну по всей площади упаковки на лицевой стороне. Торец выглядит следующим образом и задняя часть перед вами. Здесь шкала крутизны этой серии. Как видим, это не самая верхняя кассета лента в этой линейке. Выше ее находится BASF TP2. Много текста, который также расплывчато нанесен, нечеткий. Без очков тут вообще ничего не видно. Ну и такие пиктограммчики, на которых видно для какой аппаратуры или где лучше всего эту кассету использовать. В частности, 6 звезд она получила для музыкального центра. Упаковка на 7 баллов. Да, она неплохая, она красочная, но сделана как-то небрежно. Вскрываем. Да, пока помню, обратите внимание, что кассета в упаковке лежит стороной А наружу. Если кто не в курсе, обычно BASF запаковывает свои кассеты стороной Б наружу. Это такой фирменный прикол у них, который просуществовал до конца 90-х. До МТЭКа. А может еще и МТЭК так делал. Так, кассета от Антона Инкогнито. Я буду ее ему возвращать. Упаковка его не интересует. Меня она тоже не возбуждает, поэтому просто ее срываем. Да, без лезвия, конечно, все это не очень удобно делать. Перед вами свежескрытая, еще не открытая, кассета BAS Chrome Maxima 1995 год. Вид спереди, торец, вид сзади. Отсвечивает немного. Открываем. Такая слабенькая коробочка. В комплекте кассета. Стикер. Очень неплохой стикер из плотной бумаги. Я думаю, что он без проблем несколько раз может быть переклеен на кассету. Да, неплохой материал. Вкладыш. Вкладыш. На нем жутко сэкономили. По сравнению с кассетой 1995 года, вот с этим, ну, как говорится, небо и земля и по полиграфии и по качеству бумаги, да, на этой 1995 года раза в два менее плотный. Но он есть, он такой, как он есть. Здесь текст. Чего-то написано не вижу. Коробка формата slim с классическими стопперами BAS M-TEC. С минимальной низкой лицевой частью. Да, он довольно жесткий. Открывается без проблем за один угол. Здесь логотип вверху слева. Типа вторичная переработка. И никаких логотипов, бас или что-то типа того я не вижу. Довольно большое, высокое ребро жесткости. Молодцы. Итого, коробка вкладыш стикер 8 баллов. Оценка снижена только за качество бумаги, за исполнение вкладыша. Кассета. Чем-то она отличается от 1995 года или нет. Или нет. Ничем не отличается. То есть они поменяли вкладыш, поменяли коробку, но с кассетой решили не заморачиваться и оставили все так, как и было. Японцы себе такого не позволяли. Сторона А, сторона Б. Винты на стороне номер 2. Тоже такая фишка-приколюшка от бас. Но в целом смотрится, конечно, очень неплохо. Эпически. Большое окно. Золотая краска. Причем такое тиснение. Формовка. Золотые винты. Все дорого, богато. Здесь температурный зазор отсутствует. Сиренник в наличии. Корпус кассеты жесткий, четкий. Хотя, вру, маленько его болтает. Значит, минус 1 точно. Да, он точно болтается. Давайте глянем ленту. Подушечка на месте. Экран там же. Ракорд. Слегка молочный, полупрозрачный. Длинный ракорд. Склейка с циферками. И лента. Лента на цвет. Черная или не черная, не пойму. Но я к тому, что имеет ли она коричневый оттенок, типа феррокобальтовый. Ну, скорее нет. А может быть и да. Не знаю. Внешне. Вот вы знаете, я сколько кассет скрыл, вот этот бас мне внешне по ленте не нравится. У него небольшая шероховатость точно видна. Не скажу, что камера воспринимает ее. Ну-ка, вот так вот. Но на свой минус 10 я точно вижу, что небольшая шероховатость на этой пленке в наличии. Скажется ли это на записи? Давайте проверим. Бас. Хром Максима, 95-й год. И Пионер 88-го года. Немного перемотки вперед. 315 Гц на входе. Почему я стал использовать эту частоту, а не 400? Потому что 400 Гц микрофон, камеры воспринимает лучше, чем 315. Его более слышно. А это для видео не очень-то и хорошо. Но 315 Гц это как раз самая распространенная частота, для которой указывается мол на всех кассетах. Итого, 315 0 дБ на входе, на выходе. Да, на выходе как бы не фонтан. Что видно? Видно общее падение до минус 1 дБ, то есть падает до дБ. А правый канал аж 2 дБ теряет. Вот вам и Хром Максима. Да какой 1 дБ? 0,1-2 дБ общее падение, а правый канал теряет 3 дБ. Гаснет ведь 2 сегмента. Да, гаснет 2 сегмента по левому и 3 по правому каналу. Пока не хорошо. Но у нас есть волшебные крутилочки калибровки. Но для начала я немного перемотаю эту кассету. Я не буду мотать сотку целиком от начала до конца, хотя и обещал это Антону. Но лента больше 90 минут я не мотаю. Ну их, они тонкие, я боюсь. Минут 10 вперед, минут 10 назад этого будет достаточно. Минут 5-10 вперед, столько же назад для того, чтобы понять, что с лентой вполне достаточно такой перемотки. Хорош. Значит еще раз. Уже с перемоткой. Ну то же самое. 0 на входе, минус 2 по левому каналу, минус 3 по правому каналу. Калибровка. В целом неплохо. Подмагничивание осталось в нейтральном положении в нулевом, а уровень я довернул аж в плюс 4. Ну 3,5 если быть точнее. Индикаторы стоят, в принципе не дергаются. Теперь еще раз. Контрольный выстрел. Добавить калибровки. Уровня нет. Хотя, иногда нет, наверное. Вот я в опор выкрутил. Плохо. Теперь лоу надо поймать ровно. И ровно у меня практически не получается. В плюс 4,5, а это уже критично. По личному опыту скажу так. Крутилка калибровки имеет ход минус 5, плюс 5. Но имеется ввиду по делениям. И рабочее положение крутилки левел минус 4, плюс 4. Естественно, и минус 5 тоже работает, но это уже критично для ленты. Слишком много или слишком мало. А вот минус 4, плюс 4, это рабочий диапазон, при котором лента вряд ли какие-то искажения будет давать. И в данном случае крутилка в плюс 4, то есть уже на пределе. Много. Много пришлось добавлять. Это нехорошо. Ну, как есть, так и есть. Еще раз гляну калибровку. Вот видите, по калибровке уровень получается я завысил довольно прилично. А тестовый сигнал на 315 Гц показывает, что даже мало. Хорошая, правильная лента после комплексной корректировки с помощью калибровки и тестового сигнала на 315 или 400 Гц она всегда показывает стабильный результат. то есть я выставил затем смотрю еще раз калибровку и у меня калибровка всегда стоит по меткам. В данном случае идет несовпадение. И то есть то ли мне писать, то ли мне оставить крутилки калибровки в этом режиме, но тогда я получаю разбаланс. Да, я получаю разбаланс. Он может быть небольшой до 1 децибела и я могу его скорректировать крутилкой Rag Balance. В общем, такая незачетная лента. Мне она не нравится. Я, пожалуй, приму решение поставить крутилки Level основываясь на 315 Гц. убавить подмагничивание. Еще можно им, кстати, попробовать подыграть чуть-чуть. Да. Я слегка добавлю подмагничивание. Кривая лента. Вот вообще кривая лента. Chrome Maxima что-то оно совсем не Maxima. Не знаю, что с ней делать. Сами видите, какая-то полная ерунда. Ладно, пусть будет так. Пишем песню. Если на песне будет разбаланс, значит, он будет. Я крутилку Rec Balance править не буду. Ну, потому что если я поправлю, чтобы было ровно при выходе из ленты, тогда, соответственно, входящий сигнал будет идти криво. Уж лучше пускай входящий идет как положено, ровно. А то, что на выходе, вот, пожалуйста, восторгайтесь басов. Что-то я завелся с этим басовом. Но я, честно говоря, думал, что путная лента будет. Но в очередной раз, видите, не фонтан. Да, опять же, надо какой-нибудь там глюндик или накомиши, только он сможет с ним справиться. Но у меня такого магнитофона нет и не надо. У меня есть пионер, которому я доверяю. И этот бас на моем классном пионере не вариант. Слушать будем сегодня еще одну песню группы «Планы на вечер». Она уже участвовала в одном из моих видео, посвященных кассетам от Антона Инкогнито. Это группа, к которой он, Антон Инкогнито, имеет непосредственное отношение. И сегодня послушаем заглавную песню, которая называется «Ближний свет». Заглавная, потому что и альбом называется «Ближний свет». Надеюсь, вам понравится. Добрый день, один и тот же день, и нам внутри чертить круги. Ничего не ищется нигде, Не говори, что город был совсем другим. Параллельные встречаются так, пишет весна. Мы читаем на странице пустом, кажется нам, все кажется нам. И с дорог, из газет, все ближний свет, и глаза, и во след, все ближний свет, ближний свет. Даже ночь и тишина, как нож, ведь это мы, что с нас возьмешь. И легко сломается стекло, и будет дождь, ты говоришь, ты мне поешь. Параллельными останутся сны, даже без сна. Мы читаем, и страница чиста, и сна. Мы читаем, все ближний свет, и в глаза, и во след, все ближний свет, Ближний свет Из дорог, из газет Всё ближний свет И в глаза, и во след Всё ближний свет Из дорог, из газет Всё ближний свет И в глаза, и во след Всё ближний свет Ближний свет Я ожидал большего Но и негатива лента не вызвала Средний уровень качества записи Разбаланса нет Проблем с потерей уровня нет Дропаутов не услышал Но писал специально не выше 0 дБ Низкая шумность ленты Дополнительно проверил ее на Ямахе Ямаха не захотела калиброваться под эту ленту Стоит ли эта кассета тех денег, что за нее просят Не знаю Потому что я не знаю, сколько за нее просят Меня этот БАСФ и вообще БАСФ не интересует Что касается оценки по шкале Омского 32 балла Только внешний вид кассеты я оценил в десятку Все остальные оценки чуть выше среднего уровня И общий вердикт по ленте Под хорошую запись максимум Вот такой несколько неприятный, но не особо удивительный результат Да, уверен, что существуют хромовые БАСФ с великолепной лентой И вполне вероятно, такая кассета есть у меня Но это другая история, которую вы не пропустите, если подпишитесь на мой канал А на сегодня все Хочу еще раз поблагодарить Антона Инкогнито за предоставленную кассету Всем, кто посмотрел это видео, тоже большое спасибо за просмотр Не забудьте написать комментарий До новых встреч и самое главное, не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok